здравствуйте всем друзья поставьте пожалуйста мне по пятибалльной системе слышно ли меня вообще сегодня потому что интернет у меня сегодня плохой слышно вроде да я вас всех приветствую на нашей командной встрече что-то нас народу сегодня маловато всего 12 наверное остальные еще отдыхают от выходных ну ладно нам отдыхать некогда нам надо работать ну что друзья неделя у нас прошла в общем-то хорошо да у нас пять новичков мы их поздравляем приветствую в нашей команде это михаил волков александр бабкин наталья был кого татьяна тимохина и антон загозкин поздравляем вас друзья желаем вам успехов побед больших команд хороших заработков и всего-всего самого наилучшего ну и конечно же стремление труду да потому что тот кто делает у того все всегда и получается поэтому задание пошагово делайте уроки и все у вас получится и еще раз вот я напоминаю что мы завели правило для того чтобы понимать что происходит у нас в команде чтобы мне знать кому первую очередь надо помощь оказывать кто сам чем-то справился да мы завели что вечером пишем отчет в наш чат о том как прошел день то есть что вы сделали или что не сделали буквально там несколько слов но отчет пожалуйста пишите потому что это будет хорошо для всех потому что нас уже сейчас много людей и именно знать что у кого происходит мне да это ну просто нереально даже если каждого обзвонить а так я вижу что происходит и вы сразу решаете проблему которые у вас накапливаются и еще о чем хотелось бы сказать по поводу поведения в чате нашим да просто еще многие кто новички еще с этим не сталкивались очень много вирусов компьютерных передаются через skype и вы можете его поймать даже вообще не знавши чаще всего вот эти вирусы компьютерные через skype они очень безобидные вы даже не догадаетесь что это вирус это приходит какое-то сообщение от человека до вашего друга хорошего даже от меня может прийти сообщение какое-то и там будет ссылка или просто даже само сообщение это все может быть вирусом поэтому если какие-то вы материалы в чат скидываете особенно ссылки понятно что да вам хочется похвастаться своими и открытками сайтами и так далее но может это кончится тем что в один момент у нас у всех у вас полетят компьютеры просто мы все с вами в одном чате все вместе общаемся то есть взломают кого-то одного и всех остальных тоже это же серьезные вещи нам ломать компьютеры нельзя потому что это будет минимум потом неделя простое да несмотря у кого как вирус грызется в связи с этим если что-то вы скидываете в чат пишите сначала мне спрашивайте можно ли я отправлю если я даю добро тогда вы отправляете вот и еще что получается что действительно за какими-то ну мелкими событиями не важными да в итоге потом не видно важных каких-то сообщений поэтому тут надо знать говорится меру до золотую середину то есть в принципе пишем по делу если какие-то ведутся переписки то лучше перейти тогда в личный чат и там переписываться вот ну а насчет ссылок и всего остального это но просто у меня это не первый случай и вот за сколько уже три года моего пребывания в интернете очень много людей полетела компьютер именно из-за чата в скайпе вы можете машинально кликнуть на эту ссылку и все все полетит то есть поставьте пожалуйста мне десяточки что вы меня поняли насчет различных и ссылок и всего остального нас будет сейчас каждым днем народу все больше больше и и потом это и сейчас еще можно как-то проконтролировать потом будет невозможно это для всех будет нужно вот и каждый вечер жду от вас отчетов если ничего не сделали то так и пишите что ничего не сделали но главное чтобы я понимала что вы активны что вы думаете что вы двигаетесь а каждый человек конечно же имеет право отдохнуть вот сегодня обязательно в 21.00 все идем на встречу к вадиму комарову вот об разработал какой-то план действий чхами так немножко по секрету шепнул вот не думала что он сегодня прям соберется это проводить все но решила сегодня так что обязательно все пойдем послушаем предложение так ну все тогда время терять больше не будем ко мне есть какие-то вопросы такие вот что вот сейчас прямо на срочно решить или потом решим уже после встречи с вадимом если есть то пишите если нет то передаю тогда николаю я микрофон ну здравствуйте с вами николай фоменко сегодня поговорим о тайм-менеджменте тема очень актуальная особенно для инфобизнесменов которыми мы с вами становимся дело в том что тайм-менеджменте в общем-то говорят многие но существует много людей которые ведут себя так словно так сказать жизнь мимо них проходит они перебираются из одного дня в другой не то чтобы у них не было никаких желаний или мечтаний о том что они будут добиваться больших успехов но эти мечты сопровождаются многими оправданиями своего ничего не делания вот кстати я хочу сказать о многих наших партнерах маркетинговых которые приходят пришли после презентации как бы могли бы что-то делать в то же время ничего не покупают ничего не делают и все время так сказать сокрушается вот хорошо бы что-то заработать все прочее то есть они не используют оптимально свое время так сказать и соответственно кто является виновником естественно виновниками являются они сами нужно что-то делать нужно использовать оптимально то время которое нам отпущено и у них всегда есть и какая-то причина вот я здесь маленькие это сказать высказывание очень известных людей вот для меня чак чак норрис тайная сила внутри нас это его книга есть всегда этим людям что-то мешает неудачное время года срочный ремонт автомобиля что они слишком устали сегодня вечером так они говорят но истина заключается в том что единственным препятствием стоящим на пути их являются они сами вот поэтому мы должны с вами оптимально использовать все время которое у нас есть правильно планировать и существует очень много факторов которые влияют на использование оптимальное использование вот вот этого времени которое у нас есть ну соответственно вот я посмотрел порылся дело в том что по жизни приходилось тогда это не называлось тайм-менеджмент это называлась научная организация труда во время социалистических и коммунистических времен и естественно были определенные школы и были определенные как говорят спикеры которые правильно строили с нами обучение потому что мне приходилось работать руководителем на крупном предприятии и естественно у нас были так называемые коучи в том числе и по тайм-менеджменту они назывались по-другому но в то же время как бы это было то же самое я считаю оно так и осталось школа есть как я уже вам сбрасывал в чате есть и такой ежедневник ежедневник этот состоит из части текста как успеть все парабеллама мрачковского и соответственно чисто ежедневник 300 страниц стоит он в интернете 360 рублей если его покупала здесь книжном магазине 400 рублей он стоит вот и соответственно я его рекомендую настоятельно купить потому что купив этот ежедневник вы так сказать сможете познакомиться с опытом наших гуру интернета которые достигли в общем-то очень хороших результатов и они его достигли за счет того что они правильно распоряжались своим временем вот эту ссылочку я вам могу прислать когда вам будет угодно естественно для чего мы совершенствуемся для чего мы хотим так сказать заниматься тайм-менеджментом то есть прежде всего ну для того чтобы меньше утомляться потому что большое количество информации которая приходится нам перерабатывать ее нужно эту информацию систематизировать в ней нужно как-то разобраться поставить определенные цели тактические цели стратегические цели составить план работы второе больше успевать то есть естественно раз вы пришли вам приходится планировать свой рабочий день вам приходится откладывать какие-то дела на потом все эти дела они обладают разной степени важности они лежат в разных плоскостях в то же время общая это общая цель вектор по которому вы движетесь его нужно сохранять то есть нужно отделять основные дела крупные дела которые сразу не сделаешь их нужно разбить на кусочки планомерно делать в соответствии со своим внутренним планом и соответственно нужно установить равновесие между личной жизнью и работой дело в том что те люди которые ну как бы целиком замыкаются и уходят в бизнес конечно пришлю антон без вопросов и уходят в бизнес они ну как они многое теряют есть масса красок жизни это личная жизнь это твоя семья твои дети твоя жена там муж родственники и все прочее от этого уходить нельзя кроме всего прочего есть еще масса таких вещей в том числе вот в этом ежедневнике я когда его прочитал он отвечает моим внутренним привычкам внутренним так сказать убеждениям он так сказать этот ежедневник мрачковского и горячих у этого самого парабеллума они делят в общем-то как свою среду на восемь определенных сфер и говорят что дело в том что человек должен быть гармоничен он должен во всех сферах если он развивается он не может быть однобоким но еще кузьма прудков говорил односторонний человек подобен флюсу вся полнота его односторонний и вот они делят на восемь сфер самое интересное что все эти сферы мы их знаем мы их так сказать видим мы понимаем но для того чтобы это правильно изложить естественно потребовалось что потребовалась голова таких людей вот это основные сферы первое здоровье не будет у тебя здоровья да не будешь ты заниматься не бизнесом не будешь ты ни в чем успевать ты будешь постоянно думать о тех проблемах которые у тебя есть это друзья это отношения это карьера это деньги финансы духовная сфера личностный рост яркость жизни и вот если вы нарисуете себе вот такой вот так сказать восьми так сказать секторное колесо в котором нарисуете по десятибалльной шкале в каком ракурсе у вас сейчас яркость жизни личностный рост духовная сфера вы сразу увидите на что вам нужно обратить внимание какую сферу деятельности вам нужно сейчас активизировать если у вас проблемы со здоровьем надо заняться в первую очередь здоровьем если у вас не те друзья надо заняться тем чтобы этих друзей сменить дело в том что друзья как раз и являются ворами времени они могут тебе предложить заниматься чем-то другим естественно если ты хочешь заниматься и быть успешным человеком тебя должны окружать успешные люди чем мне нравится вот и в академии альты здесь собственно говоря в компании инвеб что здесь нас окружают успешные люди которые достигли определенных успехов для этого они что делали они работали на них можно равняться дело в том что вот как уже неоднократно мы говорим просто зарабатывать деньги прийти инвестировать и что-то делать в интернете ну вы понимаете это на уровне каких какой-то притчи сказки вот пришел увидел получил инвестировал сделал у меня есть один партнер я с ним веду так сказать профилактические беседы но вероятно я уже на нем поставлю крест в начале своей карьеры он мне как бы когда он только пришел ко мне вот все давай мне ссылку я стану твоим элитным партнером тра-та-та значит это это не деньги я вот сейчас занимаюсь другим бизнесом живет он неподалеку от меня в городе в благограде значит я ему говорю ну давай приходи все ссылку я тебе даю все прочее смотрю не приходит я говорю ну почему ты не приходишь а я инвестор я инвестирую средства тут такая прибыль тут такое так сказать дело у вас там в инведи там работать надо я понимаю человек умный понимает что просто так тут деньги не даются я ему говорю олег ну правильно то что ты инвестируешь и тебе платят деньги это мышеловка тебя заманивают для того чтобы ты попал на крупную сумму ну проходит определенное время месяца четыре или пять раздается мне звонок ты на карков десять тысяч долларов десять тысяч долларов я не могу найти ни компанию ни тех людей с которыми я связывался и куда я инвестирую я говорю ну я же тебе рассказывал что все эти хедж фонды на которых определенные деньги у них есть жизненный цикл и только те создатели кто эти фонды создал знают когда нужно сойти с паровозика когда они наберут достаточное количество средств сейчас очень большое количество таких компаний да они есть они существуют эти компании но вопрос в том что эта компания венчурные то есть рисковые вкладывая туда капитал вы сами подписывайтесь под тем что вы не только можете не получить прибыль но вы можете все потерять это уже было это есть и это будет поэтому давайте уж заниматься тем бизнесом в котором мы что-то можем с вами сделать прикладывая свои усилия я сейчас перелистну этот сайт все ли возможности мы с вами используем что нам мешает быть кем-то более значимым какие воспоминания будут греть душу на старости лет вы понимаете когда человек начинает что-то делать когда он начинает большое дело естественно у него что должно быть должна быть какая-то убежденность вот естественно в этом плане я хочу рассказать о том что ну еще в советские времена было принято читать жизнеописание великих людей как мы говорим ну того времени и все прочее и вот свое время был такой бизнес-тренер к нам в общем-то проезжал я ходил на его занятия лекции для того чтобы заниматься личностным ростом он говорил о следующем каждый из великих людей выработал у себя определенную привычку вводить себя в состояние как говорится творчество ну соответственно у нас с вами тоже ты вот ходишь ты смотришь вот надо делать вот надо делать сайты надо делать рассылки а как-то вот не хочется пойду чайку попью там поговорю по телефону посмотрю там что по почте пришло все прочее для этого нужно что сделать нужно планировать свою работу нужно использовать те возможности которые у вас есть ну для примера скажу как я учитал жизнеописание высоцкого для того чтобы сесть и правильно ну настроить себя на творчество чтобы он мог писать стихи ему нужно было сесть в закрытой комнате где стол бы упирался в стену чтобы ничего не отвлекало не было посторонних шумов и вот он настраивал себя на вот это творчество и соответственно нужно понимать что есть воры времени в клуб раздался звук пришла смс к пришло сообщение по скайпу пришла почта мессенджер что-то там пикнулся прочее отвлекся вышел из состояния творчества вроде бы ты считаешь что это пустячок на самом деле чтобы войти в то творческое состояние ну человеку понадобится минимум 15-20 минут то есть ты уже выбросил то время которое тебе было предназначено чтобы ты сделал ту полезную работу которую ты сделал ты уже его ты уже его потерял вот это вот это время потерянное естественно для того чтобы правильно организовать свой труд у каждого есть определенные будем так говорить физиологические особенности предпочтения кто-то любит выпить кофе кто-то сказать вот допустим у меня есть такие воспоминания что один из великих людей он очень любил запах сушеных яблок у него в столе всегда лежала миска с сушеными яблоками и для того чтобы не помню кто-то из очень известных французских писателей который написал очень много книг для того чтобы ввести себя в творческое состояние он открывал стол нюхал эти яблоки сушеные значит после этого настраивался определенным образом и продолжал писать и второе анаредо бальзак когда писал свои романы он держал ноги в тазе с холодной водой вот представьте себе то есть таким образом он настраивал себя на максимальную продуктивность дело в том что существует так называемое правило паретта закон паретта который говорит о том что мы с вами 20 процентов времени тратим на то чтобы сделать 80 процентов дел вот представьте себе я сейчас найду эту ссылочку вот это так называемый принцип паретта 80 на 20 80 процентов результата достигается за 20 процентов усилий используйте свои усилия именно на эти 20 процентов не разменивайтесь на остальные 8 вы представляете во сколько мы можем увеличить свою продуктивность да я в общем то и по себе тоже замечаю о том что ну есть определенные внешние факторы от которых в общем то никуда не уйти это семья это какие-то обязанности все прочее легче всего делается то что уже стоит у тебя на уровне инстинктов автопилота утром встаешь там кормишь собаку умываешься бреешься идешь там посмотрел машиной все нормально не спустили ли колеса включил обошел ее вокруг открыл капот посмотрел не вышла ли там куда-нибудь жидкость какая-нибудь закрыл все это на автомате ты даже не думаешь о том ты же не думаешь ходишь на машине а какую тебе передачу включить а что тебе делать а что на этом светофоре куда перестроиться это все у тебя идет на автомате ты на автомате держишь дистанцию ты на автомате едешь и следишь за скоростью ты смотришь по зеркалам на это время не затрачивается как бы энергии умственные так сказать способности ты как летчик в полете едешь на машине и уже не думаешь я понимаю у некоторых меньше опыт я на машине езжу 17 лет много их поменял вот и поэтому всегда как бы мы всегда едем с той скоростью разумной на которой ты сможешь правильно среагировать вот ну естественно и по жизни нужно работать таким образом чтобы ты на автомате делал большинство дел тогда у тебя будет максимальная эффективность в этом плане я хочу вам напомнить фильм королева бензоколон вы наверное все помните сколько нужно и операции было проделать для того чтобы всю эту работу делать правильно когда она наконец освоила все эти операции вот мы как та королева бензоколонки здесь делаем письмо здесь делаем рассылочку здесь вставляем подписной страницу значит здесь делаем сайтик тут вставляем картинки тут эти картинки облегчаем в общем все это дело поначалу когда вы только что начинаете делать вот как сделать хедер как сделать страницу как сделать рассылку как там что отправить да поначалу дается все тяжело но после того как у вас все это дело пойдет на уровне уже внутренних инстинктов вы на это не будете тратить уже так сказать своей энергии вы это будете делать на автомате и когда вы уже станете работать на автомате вам это ну это будет уже в кайф то есть вы уже не будете задумываться как работать как работать конструкторе как работать в этом смарт-респондере у вас это все пойдет легко свободно и все прочее главное вот перейти вот это критическое время выработать правильную привычку и убрать свои плохие привычки ну плохие привычки мы об этом потом так сказать остановимся ну давайте следующий слайдик переключаю те недели и годы которые уже ушли их уже нельзя а то как пройдет следующий год зависит только от нас что нам мешает жить иначе на что мы тратим свое время вот на что мы его тратим время оно летит его больше не становится Эйнштейн говорил что вот время его нельзя вспять повернуть вот мы теперь пришли к похитителям времени кто же это такие похитители времени в одном из речений сказано если вы знаете куда идете то неважно по какому пути вы шли поэтому люди у которых нет ясных целей они не имеют проблем со временем конечно же нет смысла напоминать что их личностная реализация равна нулю им нечего будет вспомнить старости чего они добились каких титулов они добились а людям имеющим цель нужен и контроль над временем чтобы эту цель достичь знакомы ли вам рабочие места столы переполненные бумагами копиями документов заметками на память сообщениями поручениями календарями почтой журналами ручками чашками недопиток кофе ну конечно знакомы ну и на хозяева этих столов нельзя положиться так как они никогда не могут найти нужные данные или телефонный номер забывают о собраниях о датах и сроках некоторые из них пробуют компенсировать свою неорганизованность более продолжительным временем работы но это им не удается все равно эффективность труда низкая кто-то остроумно заметил что лучшим средством в управлении является одно краткое слово нет люди которые не говорят нет делают это из желания угодить другим из опасений их обидеть или просто не знают что это лучше сказать но результат всегда один и тот же загруженность работы чрезмерные усилия большой стресс желание помочь другим выглядит коллегиально и гуманно но если следствием является пренебрежением собственными приоритетами то нужно об этом серьезно задуматься сюда можно отнести телефонные звонки в телефонных звонках судя по всему есть что-то непреодолимое из тысяч людей трудно найти хотя бы одного кто не поднял бы телефонную трубу и это несмотря на то что сбои мысли вызванные телефонными звонками могут больше чем что-либо иное нарушить вашу концентрацию и свести на нет производительность вашего труда причины по которым люди отвечают на телефонные звонки различны это может быть предположение что каждая претензия на их внимание оправдана из чего вытекает что этот звонок был для них важнее того дела чем люди занимаются в данный момент ну конечно же это не так страх что как бы другая сторона не обиделась стремление человека быть всегда информированным его ощущение собственной важности желание поболтать хороший повод отложить дела которые не очень то получается и так далее ну вот пример незапланированные посетители незапланированные посетители одна из крупнейших статей расхода времени так как их визиты происходят часто и с ними тяжело справиться это могут быть друзья коллеги другие так сказать товарищи могут быть руководители во всяком случае они требуют чтобы вы остановили работу посвятили им все свое время внимание и это минутка как показывают исследования средства в среднем растягивается на десяток минут а вам для того чтобы сконцентрироваться на своей работе потребуется времени еще побольше таким образом ваше внимание будет безвозвратно потеряно то есть понимаете вот это вот очень интересный такой слайд я уже как раз его вам практически весь рассказал видите неспособность сказать нет вот человеку позвонили ответил прервался перестал работать вот смотрим правый верхний угол завалился бумагами все прочее очень похожа картина на нас потому что ту информацию которую мы получаем в общем то у меня есть внешние терабайтники я говорю вот купил один терабайтник казалось много купил двух терабайтник думаю нет вот сюда буду заливать вот когда читать когда смотреть нужно работать быстро нужно делать быстро дело в том что вот у меня на работе есть такой интересный товарищ значит который взял кредит на постройку дома он строит этот дом вылизывает каждую там жердочку каждую и крышу и стены и все прочее все у него должно быть эксклюзивно все прочее но ему постоянно не хватает денег нельзя вот столько усилий прикладывать если ты поставил к сроку такому-то что-то сделать ты должен сделать здесь нужно уже поставить себе жесткий дедлайн вот ты должен к этому сроку сделать не нужно все это вылизывать смотреть ты потом это все переделаешь и может быть совсем не так как ты сделаешь в этот момент тебе сейчас главное выполнить задачу поставить рассылку сделать письма направить их куда нужно получить подписчиков а уже потом ты будешь совершенствовать дизайн сайта совершенствовать стилистику своих писем совершенствовать приемы работы ну допустим если ты по авторам делаешь или там если ты сделал рекламу на яндекс директ вот это самое главное начать да пускай это будет в начале и сайтик на троечку и рассылки не очень но если ты не начнешь в определенное время ты будешь топтаться на одном месте у тебя будет нулевая отдача у тебя не будет движения и в конечном итоге у тебя не будет удовлетворения от твоего труда так вот у меня к вам такой призыв начните не добивайтесь идеального вылизывать что-то делать все прочее это придет потом когда у вас появится определенный кругозор когда у вас появится навык когда у вас появится опыт но сейчас вам нужно что сделать вам нужно начать делать смотреть и соответственно у вас потом уже возникнут вопросы как все это привести к общему знаменателю как это сделать лучше как повысить собственно говоря рейтинг вашего сайта и повысить повысить конверсию там рассылок и всего прочего ну я вам скажу это уже проценты там больше меньше туда-сюда если дело сдвинулось с мертвой точки все оно уже начинает двигаться и дальше вам вы с большим энтузиазмом и подъемом будете переделывать то что уже вами сделано чем если у вас ничего не сделано и вы строите планы вылизываете там допустим тот же хедер или смотрите там вот как вот расположить как там что написать на что вы тратите время еще не понимая того что это не критерий истины это не критерий выбора правильного это только начало это только начало ну это вот мое мнение я считаю что я прав вы можете его оспорить похитители времени ну вот периоды бездействия большинство исследований доказывают что задание требующее наибольшей умственной концентрации более эффективно выполняется в первой половине дня ну вы отреагируете слайды меняются нормально а то дело в том что у меня мышка не отображается так сделана комната я слайды не вижу я тут вижу только комнату что я их листаю отреагируете как-нибудь что-то сказать я понял есть все меняется замечательно то есть первой половине дня но даже такие исследования допускают что на что это не всегда правда что у каждого есть своя собственная период боевой активности вот допустим у меня днем ребенок дети определенные обязанности все прочее я в общем-то люблю работать по ночам вот когда знаете уже и тихо и спокойненько естественно это получается либо с пятницы на субботу субботу на воскресенье но воскресенье на понедельник тяжело на работе там уснешь в общем-то вот так вот ну это у каждого свое и второе я люблю просыпаться рано то есть это привычка выработанная годами то есть себя нужно дисциплинировать я не могу так сказать долго лежать в кровати утром встал чтобы вот не залеживаться и соответственно потом уже активно пока там маленькие проснуться уже ты что-то успеваешь сделать естественно есть определенный дедлайн то есть вот им в комнату заходить нельзя дочери два с половиной года она тут перед этим когда только презентация начиналась пыталась что-то взять заходить все прочее я ей объяснил что сейчас часик я с тобой не буду говорить вот слушает вроде бы не стучит вот хорошо вот из-за неадекватного управления временем многие люди работают сверхурочно то есть ну ты стараешься так сказать если не получилось наскоком стараешься вот я посижу я сделаю все прочее ну тут нужно чередовать чередовать периоды отдыха и чередовать периоды работы чувствуешь ну работа непродуктивная значит надо себя как-то стимулировать вот что вот я допустим уже для себя выработал вот я люблю вот взять дольку лимона на нее высыпать сахарку потолочь этот сахарок с лимоном после этого заварить хороший крепкий чай такой вот прям горяченький все прочее и вот после того как ты там ну сделаешь там 5-10 минутный перерыв вот чайку этого выпил все прочее вы знаете ну не буду говорить как он там может на физиологию действовать могут медики сказать вот он там немножко давление поднимается прочее нет этих проблем у меня в общем то нет но у меня повышается работоспособность вот сам запах вот этого лимона вот вкус этого крепкого чая в общем то как-то воздействует так стимулирующе я наоборот за этот десятиминутный период подспудно думаю о том что я не сделал на чем я продолжаю работать и когда я возвращаюсь к работе у меня сразу все идет гораздо быстрее вот и соответственно последствия для личной жизни если ты будешь слишком много уделять времени работе могут быть катастрофичными поэтому умение использовать время является условием для гармонизации личной жизни и работы а это значит надо иметь достаточно времени энергии для работы дома семьи и для самого себя в том числе то есть вот самое главное о чем все время говорили коучи на протяжении всей моей жизни ты ставишь себе задачу ты ставишь себе задачу ты эту задачу выполняешь и ты себе как маленького ребенка за это поощряешь то есть вот если у меня такая присказка не знаю будете смеяться не смотри телевизор козленочкам ставишь понимаете в этом есть определенная соль то есть телевидение как бы оно я не знаю есть конечно интересные фильмы и все прочее нужно смотреть но с вот этой рекламой которая идет по текущему телевидению ну я в основном люблю смотреть скаченные с торрентов в high definition качестве те которые у меня на терабайтнике лежат или же по каналам спутникового телевидения где нет рекламы а просто обыкновенная телевидение оно этой рекламой отбивает у меня всякий интерес это смотреть то есть я просто принципиально не смотрю не трачу на это время очень мало времени на телевизор уделяю только может быть что-то интересное когда нужно побыть с семьей все прочее единственное исключение это мультики с дочкой но тут уж тут уж никуда не деться я должен радоваться вместе с ним вот такие вот интересные вещи то есть до семьи нужно уделять время вам кажется что важно абсолютно все что все надо сделать и для многих это становится неподъемным грузом и как результат приходится много работать делается много дел но действительных результатов нет люди начинают делать сразу несколько дел из-за неуверенности стараются самоутвердиться потому что думают что работать лучше под прессингом не умеют делегировать дела плохо ориентируются во времени не умеют сказать нет то есть приехали ну поехали на картошку там родители поехали на картошку ну картошку уже давно надо покупать картошку в магазине это неэффективно ее выращивать есть там совхозы колхозы частники которые выращивают специально этим делом занимаются каждый на что заточен тот и должен тем и заниматься если вы занялись информационным бизнесом я считаю что картошкой вы уже заниматься не должны вы должны четко сказать нет не поеду и не откладывать вот сегодня не могу завтра не могу они не обидятся в конечном итоге отношения будут к вам нормальные но вы в общем то заслужите определенный авторитет тем если вы добьетесь чего-то и скажете вот я могу купить вагон картошки на заработанные деньги в информационном бизнесе но эту картошку я не поеду так сказать с вами копать вот такое дело люди у которых нет четкого плана на день то есть есть только о нем туманное представление они не имеют сил на то чтобы оградиться от требований других людей ни психологической защиты от собственной склонности к откладыванию дел ну сел думаешь ой что-то сегодня голова болит что-то как-то вот не хочется что-то я вот ну то есть не ввел себя в то состояние творчества как бы которое должно быть у каждого человека то есть ну должна быть какая-то жизненная сила творчества подъем вот сел смотришь и сам себя даешь задачу что я это я это разберусь я это понимаю я это сделаю я здесь нет ничего сложного ну соответственно есть товарищи у которых можно просто-напросто не постесняться спросить ты можешь сейчас мне уделить пять минут объяснить почему у меня вот эта штука не рассылается не делается мы же друг другу приходим на помощь и соответственно поможем все это дело сделать если там вопрос не стоит выеденного лица подсказал человеку сделал да он будет тебе благодарен и у него поднимется так сказать и самомнение о том что он смог он сделал важное правило по управлению временем гласит если не распланируешь свой день сам то за тебя это сделают другие и их дела станут вашим приоритетом ну вот поймите внутренний смысл вот этого выражения что уже их дела станут вашим приоритетом вот вот они все эти десять пунктиков я вам уже сказал вот ну соответственно вот видите стресс много заданий одновременно то есть нужно каким-то образом разбивать делать приоритеты смотреть я не помню здесь Авраам Линкольн что ли говорил а вот он шестнадцатый президент Америки Авраам Линкольн однажды сказал что если бы у него было шесть часов чтобы срубить дерево то первые четыре часа из них он бы потратил на заточку топора ну вот обратите внимание работа без конкретной цели бессмысленна поэтому прежде чем приступить к ней составьте план действий на день уделите пятнадцать минут чтобы набросать на бумагу свои текущие дела а потом проранжировать их то есть что нужно сделать в первую очередь что во вторую что в третью что в четвертую а что может подождать и до завтра а после этого смело принимайтесь за дело многие воспринимают планирование как пустую трату времени но те кто пользуется им знают насколько это увеличивает профессиональную продуктивность ну это просто такие вот небольшие высказывания ну тоже откуда ну то из интернета естественно ясное дело они там все у нас лежат вот менеджер это человек который своей цели в работе добивается трудом других а это в сущности и есть делегирование менеджер который не делегирует работу другим не может быть хорошим менеджером причины по которым менеджер не делегирует работу своим подчиненным могут быть различными там самолюбие а это я сделаю лучше чем кто то значит боязнь ошибок неготовность взять на себя иные более сложные задачи вместо дел выполняемых с легкостью боязнь потерять контроль недоверие подчиненным результаты этого всегда удручают все оборачивается перегруженностью работой занятием рутинными тривиальными делами а до главных стратегических дел не доходит каждый из вас будет обладателем структуры определенной с которой вам придется работать ну и соответственно у вас есть лидеры на которых надо равняться изучать их опыт изучать ту работу что они проводят вместе так сказать с нами для того чтобы потом самим дуплицировать вот эту работу на свою структуру управление своим временем правильно все делать чтобы вы занимались основными вопросами стратегическими вопросами развития своей структуры больше всего написано рассказано о совещаниях как о самых больших пожирателях времени ну я считаю вот допустим бесплатные вебинары я вот сколько не не хотел в общем то толку маловато поэтому считаю что вот да платная где они уже так сказать конкретику всякую дают где они дают уже методику где они дают технологию как все делать это правильное дело а бесплатных толку нет записался массу бесплатных а когда их смотреть будут слушать наверное сотруд да и все а вот платная это уже совсем другое дело там уже есть квинтэссенция того что ты должен знать что ты должен делать что как это нужно делать любопытные результаты проведенного в США обследования собрания опрошенные в ходе этого обследования заявили что совещаний слишком много что они плохо организованы затянуты что их эффективности не видно исследование показало что каждый менеджер в среднем проводит на совещаниях по 10 часов в неделю а 90 процентов менеджеров оценивают половину этого времени как потерянную зря а это означает что в неделю без необходимости потрачено по 5 часов а в год целых 250 часов предполагалось что эта сфера компьютеризации освободит работников от непосильного труда бумаготворчество однако положение дел даже ухудшилось компьютеры компьютеры сделаны так что теперь гора документов выглядит привлекательнее и производится быстрее без долгого раздумья сообщения рассылаются во все стороны высший менеджмент завален всеми видами документов поступающих с нижнего управляющего звена а тот в свою очередь бомбардируется грубой в общем масса бумаг сверху ну видим это все на своем примере видим как это все идет в том числе по правительственным сайтам все прочее очень сложно вот сейчас интересная ситуация появилась разработали там будет у нас во время как день приема граждан вот и там определенные сайты были созданы вмеренное количество денег на них потратили и когда пытаются представители общественности получить пароль самое интересное что эти от этих сайтов генерация паролей происходит так что невозможно там зарегистрироваться и в общем то а там все настолько закрыто что трудно решить эти проблемы вот видите это собственно говоря получается что как сделав как бы одно полезное дело порождается очень большой поток и движение и бумаг и все прочее неправильно все это вот сейчас то же самое на предприятии пытается внедрить там безбумажную технологию это черта с два конечном итоге конечный результат тебе нужно распечатать эти бумаги все равно бумага тратится и потом подшить в дело потому что безбумажное хранение не предусмотрено пока может быть будет через какое то время но пока этого нет для организованных людей путешествия не должны быть потери времени напротив они как раз и могут сберечь время путешествие самолетом или другим видом транспорта даст вам несколько часов работы который никто не мешает работа без визитов телефонных звонков совещаний часть времени без этих беспокойств можно использовать продуктивнее чем три часа обыкновенного труда в офисе откладывание работы на потом об этом мы уже поговорим намного позже существует определенный термин обкладывание самой работы на потом пятнадцатая позиция вы знаете многие из нас этим тоже решат вот я вот сегодня как-то не настроен я вот ее отложу на потом а потом еще раз еще дальше еще это дело откладывается в конечном итоге оно страдает с точки зрения путешествия езды аудиоинформации и все прочее я вам скажу что с современными технологиями медиаплеер или допустим проигрывать или там файл которые тебе нужно прослушать аудиофайл просто напросто потому что ты там будешь долго ехать что в этом будет пробка что ты можешь просто напросто слушать презентацию находясь в машине если ты едешь с пробки на работу или с работы вот все это это наши резервы времени мы должны их правильно использовать это наши резервы которые они свободно лежат они просто вот валяются под ногами и надо их взять, поднять и использовать. Находитесь на отдыхе, поехали на отдых, взяли с собой внешний жесткий диск, на нем массу презентаций голосовых, сбросили сколько вам нужно в медиаплеер, воткнули в уши, пошли на пляж, слушаете презентацию, загораете, делаете три дела одновременно, получаете личностный рост, подготовку и все прочее. Поэтому к этому нужно относиться вот так. 50 не могу, почему-то не могу опубликовать. Вот пошло. Замерла презентация, поэтому я ее заново. Ну, знаем уже определенную технологию, это заметил я, когда остановится, застрянет, потом можно будет ее перелистнуть, только вернувшись сначала. Матрица Эйзенхавера. Ну, это не генерал, но определенного рода ученый, который занимался вопросами тайм-менеджмента. Говорим, что самое, что каждое из вышеуказанных дел и помех вместе с важными делами мы можем систематизировать с помощью матрицы Эйзенхавера и поделить на четыре большие группы. Рассказываем о матрице, куда какие дела отнести, что из какого квадрата может переходить в другой, от дел из какого квадрата можно и вовсе избавиться. Ну, в общем-то, как? Первое. Важные, несрочные, важные, срочные, неважные, срочные, неважные, несрочные. Как вы видите, четвертый квадрат совершенно безболезненно, от него можно, ну, просто его отложить на неопределенный период. Первый квадрат, важные, срочные, к нему надо приступить. Следующий, важные, но несрочные, это второй по степени важность. И уже третий, неважные, срочные. Вот примерно так вот, разбив эти дела, уже ты смотришь, уже можно планировать. Очень, что здесь нужно? Важность, сколько времени уделить заданию, срочность, когда сделать это задание. Старайтесь избегать того, чтобы вами руководили срочные задания один за другим. То есть, нужно каким-то образом распределять. Вот важное, после этого там чего-либо такое срочное, но не такое важное, чтобы, ну, не забить себя самим важным делом. Потому что все это важное дело, оно является, возможно, срочным, большим, и его, как этого слона, сразу не съешь. Его нужно по частям делать. Вот нам дали инвебовский сайт делать, но как бы за один раз, за один присест, да навряд ли там его сделаешь. Там только ссылок сколько нужно проставить. Там сколько нужно дополнительно скачать, перелить информацию, заново вставить ссылочки там, чтобы все это дело билось. Тем более, что там вложенность довольно большая. Этот слон, собственно говоря, сделал один кусок, ну, отдохнул, что-то другое поделал, там, по рассылкам текущие, которые нужно срочно сделать, а потом вернулся уже на новом этапе, уже посмотрел, как оно там выглядит, делать, не делать. Потому что сразу воткнешься в это большое дело, все равно запутаешься, что-нибудь не так сделаешь, времени только потратишь и все прочее. Поэтому вот эта вот система еще, как в свое время наш Владимир Ильич говорил, что вот нужно менять, отдых это и есть смена работы. Так вот здесь, потому что когда делает наш мозг какую-то одну работу, вот ты сменил эту работу, более простую, несколько иную, то практически у тебя задействованы уже другие нейроны, у тебя отдыхает голова, ты их делаешь легко, свободно, тем более, как бы на автомате, когда ты уже, как называется, в потоке, ты на автомате эти дела делаешь. Вот. Ну, следующий слайд. Я смотрю, у нас покидают некоторые товарищи, 16 участников. 11 слайдик. После того, как переключился слайдик, 11-й стоит, а то, что я тут как бы смотрю, вроде бы переключился, да? У вас видно 11-й? Методы управления временем. Так, у меня осталось очень мало времени. Ой, ты кошмар, а? Я же не успеваю ничего сказать. Ну, ладно, будем тогда торопиться. А то у меня тут столько много. Вот как раз 12-й более интересный, так сказать, метод управления временем. Я вот смотрю, сейчас уже народ начнет уходить на другую презентацию. Вот такой вот интересный матрица из Энкаура, но уже она, так сказать, слоны. Долгосрочные важные задания, там, все прочее. Лягушки, непредвиденные задания. Кролики, ненужные задания. Змеи, ежедневные задания. Ну, соответственно, кушаешь слонов, там, по бутерброду стараешься сделать. В это время дорабатываешь из третьего сегмента змеиные задания, те, которые текущие. Вот. Потом возникают какие-то определенные проблемы из первой группы. Эти решаешь. А четвертыми вообще можешь пренебречь. Вот примерно принцип планирования. Видите как, так оно более красиво будет выглядеть. Методы управления. Важное задание слоны. Вам надо будет действовать быстро, чтобы их подстрелить до того, как они выйдут из-под контроля и раздавят вас. Чтобы справиться с этим, вы можете выбрать несколько вариантов решения. Разделить его на кусочки, ввести в расписание, неделями регулярными откусывания вот этого слона и съесть полностью слона. Убедитесь, что вы его доели, что вы сделали его и все прочее. Вот такая вот ассоциация с большой задачей, как со слоном. Как со слоном. Вот. Ну, соответственно, следующий слайд. Вот. Есть текущие дела, которые тоже, их нельзя куда-то отложить. Они каждодневно к нам, так сказать, мы каждый день должны их делать. Что какие-то рассылки, работа с авторами, так сказать. Этих змей надо уничтожать. Их надо уничтожать. Их надо уделить несколько минут. После этого делать, делать, делать. И, соответственно, все это должно делаться на автомате. И вот, как бы, вот тоже такой вот вариант. Этой работы. Вот видите как. Методы управления. Пятнадцатый. Отдых. Как не превратиться в загнанную лошадь. Вот недавно был интересный ковч на работе, значит, назвал теория эмоционального выгорания. Существуют у человека определенные такие пределы, после которого ему уже... Давайте, я готов. В следующий раз. Сейчас уже надо будет заходить. Осталось 6 минут, насколько я понимаю. И, соответственно, эта теория эмоционального выгорания, когда человек перетрудится, то ему уже становится все равно, что он чего-то не успевает, чего-то не делает. Он становится равнодушным. Вот до этого нельзя доработаться, чтобы становиться равнодушным. У него должна быть инициатива. Он должен вовремя отдыхать. Он должен, так сказать, соблюдать режим труда и отдыха. Будем так говорить. Ну, планируйте, расставляйте приоритеты. Вот у меня здесь еще масса, конечно, информации, но я не укладываюсь в эту тему. Поэтому, что делать? Выбило это выключение электроэнергии. Я думаю, там минут 10. И в то же время надо было немножечко мне покороче все сделать. Вот поэтому я хотел бы сказать несколько, так сказать, в напутствие. Есть интересные, так сказать, моменты управления временем, управлением своей эффективностью. Эти методы можно найти, читая книги, жизнеописание великих людей. И вот, читая жизнеописание великих людей, можно просто-напросто почерпнуть для себя, как же они достигали такой эффективности. Написали сотни томов, трудов, так сказать, оставались крепки, молоды, жизнерадостны. В течение длительного времени. Ну, здесь, как вы говорите, есть определенные навыки. То есть, если не будет здоровья, ты не сможешь достичь такого творчества, которое у тебя есть. Если у тебя не будет друзей, окружения, если у тебя не будет эмоционального подъема, если тебе не будет это приносить удовольствие, тоже не сможешь работать. Нельзя заниматься и любимым делом. Ну, на этом, вероятно, я уже буду заканчивать все это дело. Работайте всегда и везде. В транспорте, в командировках, в технических форс-мажорах. Старайтесь использовать максимальное время свое полезное, которое у вас есть. Осваивайте современные гаджеты, когда вы можете идти где-то пешком, в то же время гулять, одновременно слушать презентации, голосовые и все прочее. То есть, надо использовать все свое время оптимально. И вот у меня есть один знакомый профессор, с которым я, в общем-то, давно знаком, когда там вместе работали, разрабатывали полупроводники силовые. И вот сейчас ему 80 лет. Он активен, он продолжает работать, он занимается научным трудом. И он сказал такие хорошие слова. Я говорю, как же вы так вот выглядите хорошо? Мне говорят, да ты знаешь, нужно не давать мозгу отдыхать, нужно его нагружать. И тогда будет тело в порядке, и голова будет работать. Только вот 80 лет, он еще продолжает писать труды, и они публикуются. Вот на этом у меня все. То, что вы умеете говорить нет, я вам уже сказал. Мотивация. Самое главное в нашей жизни, вот на этом я уже на такой веселой ноте и закончу, у нас должна быть мотивация. Есть мотивация, все. Если есть мотивация, вы тогда начинаете работать, вы видите впереди тот, чего вы хотите достичь, и все остальное, оно приложится. Оно приложится, оно будет, оно есть. И, соответственно, вы, если есть определенного рода мотивация, вы пришли с определенной целью в эту компанию, то я считаю, мотивация у вас уже есть. У вас есть успешные люди, у вас нормальное окружение, у вас есть мотивация, у вас есть уже личные достижения у многих, которые являются для вас примером. Путеводной звездой, идти за ними, идти делать так же, как они. Могут вам рассказать те секреты, которые у них есть, вот этого продвижения. И в этом заключается вся прелесть нашей команды. Вот я на этой ноте хочу с вами на сегодня попрощаться, потому что нам нужно будет идти к Вадиму, а там мы как раз тоже будем заниматься и мотивацией, движением и все прочее. И это наш лидер, надо быть. Поэтому я на этом закончил. Спасибо большое, Николай.